В Москве не осталось квартир дешевле 5 миллионов рублей, которые утверждают аналитики рынка недвижимости. Речь как про новостройки, так и про вторичный рынок. Единицы подешевле, конечно, попадаются, но их еще нужно поискать. Для тех, кто ищет для инвестиций варианты по минимальному ценнику, подойдут апартаменты и другие варианты жилой недвижимости. Или не только они. Обсуждаем сегодня в программе, а в гостях, как обычно, мой коллега Игнат Бушухин. Игнат, рад тебя видеть. И Яна Мандрыкина, основатель агентства недвижимости «Апрайты» стоит. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Игнат, прочитал эту новость о том, что в Москве не осталось квартир дешевле 5 миллионов рублей от разных аналитиков на самых разных ресурсах, в том числе на ресурсе РБК недвижимость. Подтверждаешь? Да, подтверждаю, но тут странные вещи творятся. Вот года три назад, я помню, писал точно такую же заметку, вернее, читал такие же пресс-релизы. Судя по словам риэлторов, по их анализу, эти квартиры за 5 миллионов закончились еще три года назад. А может это была рассылка 2020 года? Нет, вот каждый год риэлторы повторяют такую мантру, закончились квартиры за 5 миллионов, закончились квартиры за 5 миллионов. При этом ты заходишь на сайты бесплатных объявлений, вбиваешь ценник до 5 миллионов рублей, и что ты видишь? Много таких квартир. А может это как в аренде недвижимости, сдам квартиру за 8 тысяч рублей хорошему человеку? Более того, сейчас время покупателей, если ты приходишь с живыми деньгами, ты не то что на хорошую скидку можешь рассчитывать, а ты просто король и можешь свою цену выставлять, вот так вот я скажу. Так, Яна, голландские аукционы, Игнат, кто дешевле? 5 миллионов рублей? Слишком дорого. Реально, за какие деньги можно купить недорогую квартиру в Москве? Я, в принципе, могу вам сказать, что когда мои коллеги или ваши коллеги рассказывают о том, что что-то закончилось или скоро закончится, скорее всего, они призывают к тому, чтобы расшевелить уже умершим. Манипулируют нами. Безусловно, безусловно. Риэлторы и застройщики никогда не скажут, что цена падает и что-то закончилось. Да, что они будут говорить, что вот последние скидки и так далее. Это абсолютно исторически сложившаяся такая, ну, мне кажется, не только у нас, в принципе, парадигма. Но, действительно, квартиры до 5 миллионов в 2021 году и в начале 2022 года, в принципе, можно было с большим трудом найти пригодные для жизни, тем более для инвестиций. Сейчас, в принципе, можно достаточно найти интересные предложения. Я тоже поддерживаю, что если у вас есть деньги, и даже ипотека, это, кстати, не принципиально сейчас, то можно получить хорошую скидку. Но, как ни парадоксально, хорошую скидку можно получить именно на дорогие объекты. Там можно вплоть до 30-40% строговаться. А почему так? Потому что там дорогие объекты за высшим ценник и неликвидный рынок? Да. Во-первых, большой отток людей, которые покупали. То есть рынок, если мы говорим новостроек, в премиальном сегменте, он упал на 40% спрос год к году. То есть это вот количество сделок. Они просто в Дубай переместились. Именно так. Ну, или там еще какие-то другие регионы. Вы сейчас как раз не про премиальный сегмент, про это у нас есть обычная отдельная программа, а мы про самые дешевые варианты. Я про скидки как раз. Именно про скидки. Что как раз скидки на самом дешевом сегменте там сложнее крупные прям получить. Но можно. Там уже в цене это есть. Да, плюс-минус 10%. Вот примерно вот так это играет. Если, конечно, продавец не вышел сразу с завышенной стоимостью, там, overprice, так сказать. Вот. Но есть прикольные вещи сейчас. Кстати говоря, я свою карьеру в 99-м году с этого же и начинала. Что самое смешное, это было после кризиса 98-го. И сейчас ровно такая же ситуация. Были, может быть, кто-то из вас тоже помнит это, ребята, коллеги. Помню, помню. Квартиры в домах гостиничного типа. То есть это как бы отдельная, как будто после этого потом уже студии. Вот студии еще тогда никаких не существовало. Это потом эти студии у застройщиков появились. А раньше были так называемые гостинки. И там отдельный как бы номер, который, в общем-то, с... И это живое помещение, не апартаменты. Это жилое. А сегодня апартаменты называются, да? Не апартаменты. Нет, это живое помещение, в том-то и дело. То есть это не какое-то административное здание поделили, да, на комнатке и сделали там тоже апартаменты, там, студии. А это, вот я сейчас прямо расскажу, есть пример. Я когда ехала, тоже посмотрела. В Зеленограде, это Москва. Даже при том, старая Москва все еще, хотя они далеко не в пределах МКАД, да, там есть такое здание, есть целая компания, которая на этом специализируется, и они 13-19 метровые вот эти вот квартирки, гостинки так называемые, когда вот в 99-м году они так назывались, они продают там по 3 700. А так это новостройки или... Нет, это как бы редевелопменты. А, редевелопменты. Это берут старое какое-то офисное здание и... Не офисное, не офисное, а именно гостиничное. Гостиничное? Да, там целевое назначение, живое помещение, это принципиально. Туда можно прописаться, то есть там можно все социальные... Но это очень близко к апартаментам. Их действительно до 5 миллионов можно купить. По размерам, по размерам. Да, 11, максимум 20 квадратных метров. Так, давайте немного пройдемся по аналитике. Самые доступные лоты московского рынка, так все же о скольких миллионах рублей идет речь? С нами на связи Елена Лапшина, эксперт ЦИАН Аналитика. Елена, вот сориентируйте нас по самым доступным вариантам, которые есть на московском рынке. При желании можно уложиться в 5 миллионов рублей, правда придется пожертвовать удобным расположением в черте города, за просторной площадью, количеством комнат, а зачастую и столичной пропиской. Самые доступные лоты на рынке недвижимости Москвы можно приобрести и за 1,5-2 миллиона рублей. Это будут небольшие самодельные 10-15 метровые апартаменты в полуподвалах или на каких-то нежилых этажах. В таких помещениях можно жить, проведены коммуникации, есть окна, но, конечно, для длительного проживания они не приспособлены. Если для компактных квартир-студии в 20-30 квадратных метров есть ряд каких-то таких решений по эргономике помещения, то для 10-15 квадратных метров они просто не существуют. Стоимость же полноценных апартаментов от застройщика, оформление которых уже возможно по ДДУ, начинается с 4 миллионов рублей. Самые доступные варианты в этой категории это компактные студии площадью около 20 квадратных метров. В бюджете до 5 миллионов рублей можно выбирать из приблизительно сотни апартаментных лотов в новостройках столицы, но во всех случаях это будут студии, площадь которых не превышает 25 квадратных метров и расположены они в окраинных районах, в том числе и замкат. Выбор на рынке квартир в новостройках начинается от 5 миллионов рублей. Таких лотов в отличие от апартаментов уже можно оформить регистрацию. Отдельные квартиры можно приобрести и дешевле, начиная от 4,5 миллионов рублей, но их немного. Это единичные компактные студии в Новой Москве и Зеленограде. Для того, чтобы покупатель мог выбирать полноценную и сразу же пригодную для жизни квартиру в Москве на вторичном рынке, ему потребуется минимум 6 миллионов рублей. Игнат, я так понимаю, что есть определенное четко выраженное противоречие между доступностью цены и массовостью рынка. Чем доступнее цена, тем меньшее количество объектов мы на этом рынке имеем. А вот что касается жилой недвижимости, почему мы не рассматриваем варианты типа комнаты в коммуналке, долевой собственности, покупки комнаты в трех-четырехкомнатной квартире? Слушай, ну мы же инвестициями занимаемся, да? А это не вариант? Ну это такой очень долгий путь, знаешь, сначала покупаешь один квадратный метр, условно говоря, там одну комнату, да, а потом что, надо следующую комнату покупать? А что, сдал одну комнату, потом стоимость ее растет. Ну, слушай, вот эти вот варианты квартир за 5 миллионов рублей, где-нибудь на теплом стане, с видом на МКАД, да, в доме 79-го года постройки. Ну ты купишь, да, эту однушку на первом этаже за 5 миллионов рублей, ну что ты с ней будешь сделать? Она, во-первых, супер неликвидная, ты ее не продашь потом, возможно, дом там попадет под реновацию, под еще что-то. В Москве есть супер что-то неликвидное? Да, на окраинах полно недвижимости, которая супер неликвидная. Мне кажется, это оксимарон. Ну, слушай, ну, во-первых, это будет плохое относительно соседство, я не хочу обидеть сейчас жителей теплого стана. Это будет, ну, ты будешь долго продавать эту квартиру. Короче, Игнат не рекомендует. Тогда другой момент. Если мы смотрим не жилую недвижимость, но, тем не менее, речь не про апартаменты. Машина-место. Кстати, у меня самая первая, да, квартира была как раз в Ясенево, практически. Чуть-чуть левее. Да, нет, я хотела сказать, что первый этаж вообще не зависит от окраины или не окраины, он, в принципе, неликвидный. Вот, то есть независимо даже от бюджета. Вот, поэтому с первыми этажами любыми. Но я хочу сказать, что есть такое понятие, как флиппинг. Ну, да. Если мы говорим про инвестиции, да, и я лично этим не занимаюсь, но у меня есть коллеги, которые профессионально этим занимаются, там нужно иметь определенные навыки, ну, это прям бизнес. И, действительно, они ищут квартиры самые дешевые в любых районах, ну, конечно. Но, тем не менее, там как раз есть определенная маржинальность. Тогда можно, ну, первый этаж, конечно, нет, мы не рассматриваем даже второй под инвестиции, я бы не рассматривала. Любой средний этаж, даже в панельке 79-го года, если цена, если удастся отторговать ее, да, там, как-то ниже. И если флиппинг ваш образ жизни. Да, если флиппинг ваш образ жизни, то вполне себе возможно. Вот, и можно еще один момент про ЦИАН. Я хотел сказать, что я очень уважаю ЦИАН, как площадку и так далее, но на любом классифайте, то есть на любой площадке все-таки размещены объявления с ожиданиями собственника. То есть ЦИАН смотрит цифры, выставленные в рекламу. Это цена предложения, вы правы, да. Это цена предложения, поэтому здесь вот возвращаемся к торгу. Сейчас рынок на стороне покупателя. Что касается апартаментов, вот прокомментирую, вот у меня есть объявление под рукой, смотрите. 4 миллиона 125 тысяч. Это 11-комнатный апартамент. 11-метровый, не помню. Но зато это прямо за Москва-Сити. Ты эту студию сдашь вот в лед вообще посуточно. Вот, да, посуточно, конечно. А все же, Яна, вернемся к вопросу к нежилой недвижимости. Может проще купить тогда машиноместо? Москва, город с огромным качеством автомобилей. Я про автомобили сейчас прокомментирую с удовольствием, но я присоединись к апартаментам. Апартаменты, к слову сказать, можно же сдавать не только посуточно там под жилье, да, а можно сдавать как кабинет, ну то есть коммерческая, как студия, кабинет косметологический, кабинет массажный. То есть и стоимость самой аренды кратно возрастает, потому что сейчас аренда обычного живого фонда, вот если сдавать под жилье, то в квартире примерно 3-5 процентов, это максимум приносит, в апарте, ну может быть 5 плюс. Это вот в лучшем случае. Сити, кстати, исключение, и локация Сити там до 10 процентов доходит, и не посудка, а вот долгосрочная. Машиноместа у нас стоят в Москве в среднем сейчас 2,5 миллиона рублей. Да, чек минимальный и минимальный. Нет, ну вот в Новой Москве, в Коммунарке, может за миллион, за миллион двести, да, вот в новостройках снять подземный, отапливаемый паркинг, открытый, ну тоже где-то миллион сто, миллион двести максимум. Но вопрос в том, что, смотрите, тренд это нисходящее, мы все пересаживаемся на каршеринке, на такси, собственность машина, ну во-первых, западных уже нет. Я вот буквально полтора года назад, Игнат, слышал про то, что пришел ковид, тренд развернулся, садимся в личные автомобили. Ковид закончился, да, но каршеринг-то остался, вот, и эта тема, она все будет больше, больше, больше. Мы в свое время отказались от кухни, кухонь, да, в своих квартирах, потому что мы теперь обедаем, да, у меня кухня-гостиная, то есть у нас объединенная зона, и сейчас таких квартир больше. То же самое произойдет и с подземными парковками. Постепенно даже застройщики от них отказываются, они не хотят их строить. Игнат, но это произойдет не завтра, а за это время мы можем успеем заработать. Яна, это инвестиционный объект или нет? Смотря для какой цели, опять же. Заработать. Понимаете, заработать есть три варианта. Есть спекулятивный, да, вот, ну, то есть, вы купили и хотите перепродать с прибылью. Флиппинг. Ну, флиппинг, это немножко другое, это бизнес. А здесь просто купил, да, и потом когда-нибудь перепродаж. Второе, это аренда, сдача в аренду. Ну, и третье, это просто, грубо говоря, у тебя есть актив, ты об него, там, купишь, например. Например, да, то есть, согласна. Ну, это цены, да, точки входа. Вот, если для спекуляции, я, пожалуй, соглашусь, что это, ну, вообще непрогнозируемо. То есть, купить машинное место с расчетом, что ты его потом в два конца продашь, хотя есть классные, действительно, комплексы, где, если ты в стройке можешь купить, например, ты купил себе что-то, квартиру или апартамент, да, и, собственно, прикупил себе два машинное место, одно потом можешь продать тем же соседям и, в общем, можешь на этом заработать. Но достаточно долго было такое поветрие, покупать машинное место дополнительные, или когда застройщик после уже все распродал, да, и после у него остались какие-то непроданные, кстати, заметьте, у застройщиков они тоже остаются, да, их продают со скидкой, грубо говоря, покупаешь и сдаешь в аренду. Аренда примерно 20 тысяч рублей, то есть, окупаемость, ну, там, выше, чем у квартиры. Ну, это премиум класс, да. Это премиум класс, да, но стоит это сейчас 2 миллиона, поэтому извините. Ну, знаешь, как скидка, возьмите вот на сдачу машинное место, вот только их возьмите, они их не... сложно реализовать за строчкой машинное место. Слушай, ну, если просто человек у тебя покупает квартиру за 20 миллионов, то для него машинное место... Ну, это как такой хвостик, который, там, жалко... Игнату не нравится коммунальная квартира и не нравится одаревая собственность. Каливинги. Работает это или нет? Каливинги работают. По-моему, от этого оказались концепциями, от этого она провалилась в Москве. Да, во-первых, вот я хотела сказать, во-первых, их очень мало в Москве, они работают... Может быть, это хорошо. Они работают в мире прекрасно, в Москве, я так понимаю, она не полетела. Я, кстати, несколько смотрела, насколько партнеров на реализацию предлагали. То есть, что такое каливинг, наверное, зрители понимают, да? Это апартаменты, где ничего нет, да, и вот... Что-то похожее на общежитие. Именно так. На общежитие, но по... По современным стандартам. Поинтереснее, да, да, да. Вот. Собственно, от этой идеи... Ну, она просто не полетела в Москве, люди вот не любят такое, такие немножко коммуны. Да нет, ну вот варианты... Но, кстати, в Берлине, например, это прям вообще супертопы, там есть и... Где еще можно искать дешевые варианты, это на аукционах, да? Вот прямо сейчас открыл... А городских ты имеешь в виду? Ну, залоговых. Залоговых. Да, вот, допустим, смотрите, знаменитый дом на Ходынке. Вот сейчас на торгах реализуется студия 32 квадратных метра. Цена на последнем периоде 5 200, 5 миллионов 200 рублей. Вот можно там искать. Причем это хорошее место, это Ходынка. С торгами соглашусь. Там есть свои нюансы, то есть из серии флиппинга. То есть там есть свои детали, там нужно... Ну, там, да, взнос. Понимать многие, да, там надо взнос, там конкурсные управляющие, там документы надо в них понимать, шарить. Там чаще всего есть какие-то сопутствующие ситуации, там из серии невысильных жильцов или не... То есть юридические риски какие-то? Ну, они не риски. Это не риски, это просто осложняющие, удлиняющие инвестиции. То есть мы же понимаем, что нам же нужно не только войти, да, когда мы инвестируем, а нам надо еще выйти из этой инвестиции, да, и получить свой доход, если мы покупаем, например, для продажи. И когда мы покупаем для продажи что-то такое, или там, где не выселены жильцы, мы, например, не можем вздать в аренду. Да, допустим. Почему машиноместа, я немножко вернусь к ним, почему они были интересны в аренду, а считалось, что в них не нужно просто ничего вкладывать, да, условно, ты купил, дом построился, и ты можешь его сразу реализовывать, да, выставлять на аренду тем же самым жильцам, которые не покупали. Вот я, например, себе не покупала машиноместа ровно из тех же соображений, что это, ну, просто бессмысленно для меня. В этом плане интереснее келлеры, кладовки намного, они дешевле. А вот как раз о них хотел поговорить, вот такие варианты современной складской недвижимости, что-то среднее между складом и гаражом раньше. Тоже соглашусь. И балкон. Селс-торожи, как мне кажется, в Москве точно так же, как и келлеры не взлетели, да. А вот кладовки и келлеры в подвалах, которые, целевая аудитория, которые жильцы именно этого дома, этого подъезда, это, да, это всегда востребованный продукт и найдет всегда свой спрос. На это, да, можно делать. А вот, кстати, Игна, про, соответственно, хранилище, да. Я, кстати, тоже не соглашусь, потому что я, когда переезжала... Проселс-торожи, вариант. Да, 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 да. Я переезжала, и мне нужно было, ну, на какое-то время... Но они дорогие такие. Не-не-не-не, почему? Они очень разные есть, и, в общем-то, это гораздо интереснее, чем покупать тоже, как это сказать, комнату для грязи. Потому что я собиралась купить себе как раз кладовку, и вот сейчас у меня, соответственно, этот склад. Есть такая институтная идея, кстати, если вот есть земля, да, которую ты в Москве не можешь там в городе использовать, ты берешь и ставишь туда... Но строительство жилой недвижимости. Да, ну, она просто у тебя вот есть, да, ты можешь поставить там контейнеры вот такие вот... Да, именно так и корабельные. И организовать в них вот кратковременное хранение. Да. Такой склад с целсторожи. Есть такие институтные идеи, да, я не знаю. Их довольно много, кстати, на Юго-Западе, вот там у меня, допустим, это, да, вот такие корабельные контейнеры, на которые ставят еще такой, накрывают еще... Так, ну для этого нужно средство, за которое можно купить не только контейнер, но и корабль, либо все же можно купить отдельное место. Контейнер стоит 1300, по-моему. Нет, я понимаю, но нужно купить еще... Нужна земля, на которой, да. Это вот как бы отдельная инвестиция. То есть если вдруг у тебя есть 5 миллионов и земля в Москве своя, да, то тогда ты, в принципе, можешь неплохой бизнес-модель. Но если серьезно, то я согласна с келлерами, кстати, что это довольно интересная тема, потому что их тоже можно сдавать в аренду своим же, в общем-то, со жителем дома. Вот, это тоже, ну, как бы инвестиционно прикольно. И на самом деле сейчас и всегда машиноместа, они очень часто шли дополнением даже на вторички к продаже. Я не знаю, как статистика, по что с ценой происходит вот этих келлеров, насколько она растет и капитализация повышается в такой недвижимости или нет. Вот в моем доме, как мне кажется, они как стоили 250 тысяч, там, 500 тысяч за эту будочку, столько и стоит сегодня. Обычно в конце программы мы подводим некие итоги, чтобы коротко сформулировать тезисы для наших зрителей, которых интересует вот эта инвестиция с минимальничеком. Ян, вот что бы вы порекомендовали, на что нужно обратить внимание? Ну, я бы порекомендовала вообще воздержаться от входа в какой-то неликвид, несмотря на его заманчивую цену. Я бы лучше рекомендовала взять какой-то хороший объект с привлечением ипотеки, субсидированной. И, соответственно, этот объект после стройки либо сдать, либо реализовать, перепродать. Тем более, что сейчас очень большие скидки дают застройщики, ну, прям колоссальные, там, и до 40% доходят. Так что в этом смысле как раз я бы лучше не гналась, так сказать, за непосредственно дешевизной, а, например, разбила эти деньги, там, 5 миллионов, 2,5 на первоначальный взнос, 2,5, например, как подушка безопасности на счет, на депозит, чтобы обеспечивать себе кредит, чтобы не тратить на него. Хороший кредит, там, еще миллионов 7 под низкую ставку. Большая скидка у застройщика, все, пожалуйста, через, там, 3-5 лет, либо ты ее сдашь, либо ты ее продашь. Точно, абсолютно не борется. Игнат, согласишься, что лучше взять ипотеку, либо упорство, упорство, еще раз упорство, больше объявлений и скроллинга, и все получится. А, ипотека в том плане, то, что сейчас могут показаться некоторым людям ставки высокие, но не стоит этого бояться, там, через несколько лет все закончится, что происходит сейчас. И я уверен, что можно будет рефинансировать эту ипотеку, и в конечном итоге это будет более выгодно. Капитализация недвижимости так или иначе в Москве растет. В 10-летней перспективе уж вы точно заработаете даже на вот этой 5-миллионной квартире на теплом стане. На первом этаже. Да, на первом этаже. Большое спасибо, большое спасибо, Игнат, большое спасибо, Яна. Это была частная собственность, смотрите нас на YouTube-канале РБК Инвестиции, подписывайтесь, комментируйте, мы хотим знать, что вас интересует.